слава украине привет всем от полонского так наши любимые рубрики потери российско-фашистских войск в украине сначала где что как при каких обстоятельствах но потом же придем к цифрам места где были боестолкновения они те же самые что в запорожской области что в донецкой расширские продолжают давить на авдеевку наши контратакуют линия фронта там динамично но в общем и целом она сильно не меняется лишь идет о том что прорывов особых нет ни у той ни у другой стороны у расистов особо не получается ложат они невероятное количество лишнего состава с нулевым эффектом будем говорить потому что продвижение на 100 метров или там на 50 метров где как не является продвижением де-факто что интересно что наши перешли контратаку в луганской области в нескольких местах и там существенно подвинули расистов не будем назвать мест но скажу что перешли и и хорошо отработали их и продолжаются наши контратаки в запорожской области но опять надо понимать что продвижение не очень большое потому что ложить наших солдат особо сильно в этих атаках никто не хочет и это не нужно солдаты должны оставаться живыми здоровыми поэтому что можем то делаем что не можем то не делаем будет сделано позже то есть на для нас главное это люди чтобы они оставались живы по возможности здоровы и не надо никто не собирается ложить солдат в лобовых атаках как это делают гитлеровцы ой извините путлеровцы вот то есть ну как то так единственное место где у нас действительно есть продвижение и расисты ничего не могут с этим поделать это херсонская область это левобережье где есть освобожденные населенные пункты но опять помолчим какие не скажем скажу одно что плацдарм не один их там несколько и они расширяются все по потерям расистов вчера были большие я не скажу что это был абсолютный рекорд но до большие 1130 путерастов отправились на концерт кобзона прямо на палубу крейсера москва который теперь подводная лодка 1130 да много ну путину на них начать для него это расходный материал путин гребет мужчинок из сибири и освобождает сибирь для дядюшки си 321 1800 путерастов как говорится перебазировались в украинский чернозем благодаря путину так по технике 20 танков это много за вчерашний день за один день 20 танков это много 5 тысяч 466 сразу видно даже они пытались атаковать пытались пытались не допытались до 5 тысяч 466 это очень много это в четыре раза больше чем то количество танков с которым они российско-фашистское отражение в украину начинали бронемашины тоже было очень много вчера 36 штук общее количество давно перешкалило за 10000 10224 и по арт-системам продолжается киноцид российской ствольной артиллерии имеется ввиду самоходные не самоходные минометы 33 штуки за вчерашний день 7802 с начала войны и три единицы рссо ракетных систем залпового огня всего перешкалило за 900 движемся тысячи 902 системы залпового огня у путина от минусовано также два средства пво но это дорогие вещи я традиционно всегда подчеркиваю это крайне важный уничтожать 591 штука с начала войны самолеты вертолеты к сожалению бывшее значение 323 324 ничего ничего так беспилотники 15 штук за вчерашний день там было много шахедов они пытались атаковать но слава богу вчера вчера все шахеды удалось грохнуть и общее количество путинских беспилотников которые которым пришел гоплык 5799 дальше посмотрим 39 грузовиков и автоцистерн что дает нам в общей сложности 10198 и две единицы спецтехники тоже дорогие вещи электроник как правило 1107 таким образом ребятки продолжается стирание российско-фашистской армии с лица земли переводим российско-фашистскую армию из статуса второй армии в мире на статус второй армии в украине все будет украина